здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий гончаров данном видео я хотел бы сделать обзор новой версии нашего компонента нашего конструктора страниц sp page builder разработчики выпустили очередную версию 3 4 2 и я хотел бы показать вам какие изменения они сделали в новой версии давайте перейдем к нам на сайт я уже обновил компонент и могу вам показать что они сделали давайте откроем наш визуальный редактор и приступим к изучению смотрите что они добавили в этот в эту версию компонента у нас существует строка в строке существуют колонки эти синенькие колонках стоят по 3 дополнения и когда мы делаем мобильный вид вот планшетной и далее мобильный мобильные у нас устраиваются вот в определенной последовательности то есть как они стояли справа налево раз два три так они и выстраиваются здесь в колонку раз два три видите да просто они перемещаются вертикально становится но иногда бывает такая потребность когда нам нужно чтобы при мобильном виде они меняли свою очередность вот эти вот дополнение допустим 1 уходила на третье место вниз 2 остановилась 1 3 становилась 2 то есть они вместо меняли свои места в зависимости от мобильного вида раньше такого не получалось делать потому что не было такого функционала и приходилось создавать два две строки одинаковых и просто за счет того что мы скрывали допустим при мобильном виде колонку сейчас покажу параметры колонки и вот во вкладке респонсив мы просто прятали на десктопах показывали на планшетах и мобильных а на мобильных наоборот скрывали и на планшетах скрывали и показывали только на десктопах получалось что две одинаковые строки просто скрыты в разных точках остановки сейчас это можно просто напросто с вами задать очередность при мобильном виде давайте вернемся обратно к доступному варианту компьютерному и зайдем настройки первой колонки нажимаем на выпадающую меню параметры колонки у нас открывается интерфейс заходим во вкладку респонсив адаптивный и вот здесь у нас появилось вот такое вот меню мобайл ордер то есть очередность здесь всего 12 пунктов на этом это достаточно и мы можем с вами регулировать давайте поставим вторую картинку о первую картинку эти ящики на третье место дальше идем следующий колонку заходим параметры респонсив ее мы поставим с вами со второго места на первое и третью колонку мы с вами поставим параметры колонки респонсив на второе место сохранимся можно не обязательно сохраняться я вам сейчас покажу на планшетной версии никаких изменений не происходят они так и остаются очередность их а вот если мы переем на мобильное то увидите первое стало 3 2 стала 1 а третья стала 2 вот отличительная особенность от этого обновления нашего конструктора функция очень удобно и бывают такие моменты когда нужно чередовать вот именно менять очередность вот этих дополнений колонок поэтому считаю что это долгожданное обновление можно так сказать я надеюсь это вам понятно давайте дальше еще они улучшили css компоненты как улучшили они сделали в настройках давайте перейдем в page builder настройки и вот здесь есть такая функция production мод если она включена она по умолчанию отключен идет отключенная когда я включаю что у нас на странице на главной странице на на любой странице которая сделана высокой page builder если мы зайдем код страницы мы увидим что у нас шапки мета теги х генерируются файлик стилей page 6 то есть для каждой страницы если мы вот на одной странице потом перешли на другую страницу у каждой страничке будут вот такой файл генерироваться в котором будут находиться все стили нашей страницы текущей если мы его отключим сохранимся и обновим просто этот код видите у нас как у нас наши стили все в открытом виде прямо кодом это нагружает очень страницу и замедляет и поэтому разработчики в прошлом обновлении ввели вот такой режим но если вы включить и сохранится то у нас соответственно в коде пропадает вот это вот вся портянка и формируется вот такой вот файл дальше что они сделали в новом обновлении они сделали возможность сбрасывать кэш вот этого файла стиль и потому что когда во время работы стиле все кэшируются в браузере пользователя и при работе неудобно изменения не видно изменений при работе поэтому файл кэшируются для того чтобы сбрасывать этот кэш они сделали вот такую кнопку то есть нажав на нее мы сбрасываем кэш от стилей страницы и можем видеть свои изменения вот такое существенное изменение существенное дополнение они сделали в этом обновлении и плюс они еще сделали починили смарт-поиск он раньше был не доработан искал только по заголовкам материалов а сейчас они сделали что он будет искать по содержимому страниц плюс здесь очень много разных багов устранено которые указывают на форме поддержки пользователя большая работа проведена можно сказать что компонент не стоит на месте развивается и становится только лучше у меня на этом все с вами был дмитрий гончаров до встречи в следующем видео не забываем подписываться ставить лайки и оставлять ваши комментарии